При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, викисловарь. Сегодня мы поговорим о расхождении в звукобуквенном составе слова. Такое происходит, если в слове есть непроизносимые согласные звуки, как, например, в слове «солнце». Есть непроизносимые согласные, которые обозначены буквой «л», поэтому в слове «солнце» 6 букв, но 5 звуков. Расхождение в звукобуквенном составе слова происходит и в том случае, если в слове есть удвоенное согласное, как, например, в слове «бессонный». В этом слове удвоенное согласное «с» обозначает один долгий согласный звук «с». Удвоенное согласное «н» обозначает один долгий согласный звук «н». Таким образом, видим, что в слове «бессонный» 9 букв, но 7 звуков. Расхождение в звукобуквенном составе слова происходит и в том случае, если в слове есть ютированные гласные – «е», «ё», «ю», «я». Они обозначают два звука в следующих позициях – в начале слова, как, например, в слове «яма». Буква «я» обозначает два звука – согласные звонкие и мягкие «и» и гласные «а». Таким образом, в слове «яма» три буквы, но 4 звука. Ютированные и гласные могут обозначать два звука в позиции после гласного, как, например, в слове «паю». Буква «ю» обозначает два звука – согласный и гласный. Поэтому слово «паю» состоит из трех букв, которые обозначают 4 звука. Ютированные и гласные могут обозначать два звука, если они стоят после мягкого или твердого знака, как, например, в слове «съем». Буква «е» обозначает два звука – согласный, звонкий и мягкий, и гласный. Но в слове «съем» четыре буквы и четыре звука, потому что буква «твердый знак» отдельного звука не обозначает. Расхождение в звукобуквенном составе слова происходит и в том случае, если в слове есть буквы «мягкий» и «твердый знак». они звуков не обозначают, поэтому в слове «конь» четыре буквы, но три звука. «Мягкий знак» обозначает мягкость предыдущего согласного. Теперь мы с вами поговорим о том, что такое вид глагола. Глаголы бывают двух видов – совершенного и несовершенного. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделать?». Обратите внимание, в глаголе «вопросы» есть буква «с», и это глагол совершенного вида. Это будет небольшая подсказка. Глаголы совершенного вида могут обозначать результат действия «что сделать?» – «решить». Либо однократность действия «что сделать?» – «прыгнуть», то есть выполнить это действие один раз. Либо начало действия «что сделать?» – «запеть». Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос «что делать?». Глаголы несовершенного вида могут обозначать продолжительность действия. Например, «решать». Действие протекает во времени, оно еще не завершилось, не совершено. Либо глаголы несовершенного вида могут обозначать повторяемость действия, его продолжительность. «Что делать?» – «прыгать». Теперь давайте вспомним, что в глаголах прошедшего времени перед суффиксом «л» пишется та же гласная, что и в инфинитиве перед «те». Увидели. Проверяем по форме инфинитива. «Увидеть». Перед «те» пишется гласное «е». Значит, в форме прошедшего времени перед суффиксом «л» мы тоже должны будем написать гласную «е». Приклеили. Прошедшее время есть суффикс «л». Проверяем формы инфинитива. «Приклеить». В инфинитиве пишется «и», значит, и в форме прошедшего времени перед суффиксом «л» мы должны написать букву «и». «Надеялись». Ставим начальную форму в инфинитив «надеяться». Видим, что здесь нужно написать букву «я». Перед «те». Значит, и в прошедшем времени мы тоже должны будем написать букву «я». «Надеялись». Продолжение следует...